Приветствую вас! Вы знаете, для начала мне бы хотелось, чтобы вы раскрыли значение для вас того, что вы по сути вышли замуж за человека, чувств которому у вас нет. То есть вот как бы вы могли это пояснить для нас? Зачем вы вышли замуж за человека, в котором у вас нет? И обрекли, по сути дела, своего ребенка на, ну, не совсем счастливую семью, скажем так. Причем, заметьте, пожалуйста, что я вас не обвиняю сейчас. Я просто хотел бы, чтобы вы уточнили для нас, а может быть и для себя, зачем и для чего вам был сделан такой выбор и вам было принято такое решение. Это первое. Второе. Если мы говорим о том, что делать, да, то есть вот вы задаете вопрос, что делать, то хочется спросить у вас, что делать, чтобы что? Чего по итогу вы хотите добиться? Что по итогу вы хотите получить? Что вам нужно? Это цель какая? В зависимости от вашей цели уже можно будет что-то предлагать, в зависимости от вашей цели уже можно будет что-то рекомендовать и так далее. Дальше. Совершенно очевидно, на мой взгляд, что ваша любовь к мужчине другому не является до конца чистой. То есть что это значит? Это значит, что вы любите его, как вы думаете, любите, но хочется вам чего-то для себя. То есть вы как бы говорите, мол, вот он с другой девушкой, как он может быть там, грубо говоря, да, с другой девушкой. Вот. Ну и так далее. Такая история, по сути, получается. То есть такое ощущение возникает, возникает ощущение, что вы хотите чего-то для себя. Понимаете? Вы хотите чего-то для себя. Вам нужно что-то для себя. В этой истории, в этой ситуации. Так вы подумайте, что вам нужно что-то. подумайте для себя, что вы хотите-то. И подумайте, как можно будет это удовлетворить, если вы этого хотите. Потому что за молодого человека, при условии, что вы его любите, вам нужно быть счастливой. Потому что ему хорошо, он доволен, он счастлив, у него, значит, ну, все относительно неплохо. Вот. И, по сути, все. Но вам, но вам, вам же ведь этого мало. Правильно? Вам же хочется еще, вам же хочется чего-то для себя. Вот. И давайте ответим себе, чего вам хочется, что вам нужно, чего вы желаете. Понимаете? И точно такой же вопрос можно задать и в отношении вашего мужа. Для чего вы выходили за него замуж? С какой целью вы выходили за него замуж? С какой целью вы заводили с ним битей, если вы его не любите? Если у вас нет нему счастливых. Вот. Подумайте для того, чтобы ответить на эти вопросы. И вот где-то на пересечении ваших желаний, желаний по отношению к мужчине, которого вы любите, и желаний по отношению к мужу, для чего это все, и лежит ответ на ваш вопрос. Понятно, что психологически, скорее всего, вы отношения с мужчиной, которого любили, не завершили. Но, были некие обстоятельства, по которым вы вместе быть так же не смогли. И это необходимо выяснить. Потому что те же самые причины могли стать, те же самые проблемы могли стать, могут стать причиной того, почему с мужем, с вашим, у вас отношения так же не сложатся. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. В целом, я полагаю, что если вы будете более ответственно подходить к вопросу своих желаний, и будете более ответственно подходить к вопросу своего выбора, то мне кажется, что ситуация будет гораздо легче, лучше, вполне. И вам не придется потом мучиться после этого самого выбора. Ознакомьтесь, пожалуйста, так же с треугольником Карпмана, который можно найти в интернете. Там вы увидите не менее полезную для себя информацию по вашему вопросу. Вот. И помните, что ради вашей дочери вам нужно быть счастливой. Если вы не будете счастливой, то и дочь счастлива не будет. Если вы не будете свободной, то и дочь свободной не будет. Спросите себя, какой жизни вы хотели бы для вашего ребенка? Какую жизнь вы ей даете? И что вы можете сделать для того, чтобы она видела перед собой счастливую, сильную, удовлетворенную, спокойную и уверенную в себе маму? И готовы ли вы для этого что-то делать? Понимаете, если вы не любите себя, а вы себя не любите. Если вы не уверены в себе, а вы в себе не уверены. Если вы обесцениваете себя, а вы себя обесцениваете, то отношения с мужчинами выстраивать будет довольно проблематично. Здоровые отношения, равноправные с мужчиной выстраивать будет довольно проблематично. Если вы будете такой, то отношения с ребенком также будет выстраивать довольно проблематично, к сожалению. А потому, исходите, пожалуйста, именно из того, чтобы все-таки обрести определенную гармонию. Только так через гармонию вы сможете получить то, что вам нужно. Только так через гармонию вы сможете для себя открыть новую жизнь. Новые аспекты жизни, которые до этого были вам недоступны. Вполне возможно, что потребуется подкорректировать вашу модель женского поведения. Вполне возможно, что потребуется повысить вашу уверенность, самооценку, а также помочь вам выйти из-под контроля тех запретов, которые нефильтрованно действуют на вас сейчас. Все это можно сделать. Для всего этого есть возможности, методы и так далее. Главное, чтобы у вас было желание себя менять. Понимаете? И начните, начните свои перемены именно с ответа на вопрос. Что я хочу делать, чтобы что? То есть я хочу что-то делать, чтобы что? По итогу-то. Понимаете? Вот это нужно вам для себя решить. На этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну а я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи! До свидания!